Сегодня последняя лекция нашего прекрасного семестра. Сегодня мы продолжим говорить про хэш таблицы, расскажем еще всякие смешные вещи про хэш таблицы. Поехали. Первая веселая вещь про хэш таблицы. Смотрите, у нас, давайте напомним, в хэш таблицах были операции типа давайте добавить элемент и проверить элемент. Можно я про сеты буду говорить? С мартами то же самое на самом деле. Вот будет insert x remove x и contains x. Можно сделать то же самое с мартами, но так просто больше писать. У нас была прекрасная хэш таблица, которая все операции делала за время от единицы, но в среднем. Это то, что мы сделали в прошлый раз. Мы сделали хэш таблицы, мы там расписали, коллизии разрешили и получилось, что в среднем работает завод к единицы. Чудная была штука. А сегодня мы подумаем про такую штуку. Вот смотрите, вот у вас в хэш таблицах все операции работают завод к единице в среднем. А нельзя ли сделать как-нибудь, чтобы работала не в среднем, а в худшем случае за единицу? В среднем она немножко бесит. То есть она у вас в целом работает быстро, но иногда работает долго. Вы как-то слабо это контролируете, что иногда если работает долго, что с ним делать непонятно. Более того, если вы разрешаете методом цепочек, со списками, когда у вас был массив, и в каждом элементе массива у вас был список элементов с таким хэшом. Если посмотреть на худший случай, то он получается не от единицы. То есть если посчитать мат ожидания длины самого длинного списка, вот мы считали мат ожидания длины того списка, в который мы ткнулись, оно действительно от единицы, там все было по-честному более-менее. Но если посчитать мат ожидания длины самого длинного списка, то есть просто раскидать случайно элементы, посмотреть на самый большой список, посмотреть его длину. Вот ожидание длины самого большого списка будет нифига не от единицы. Вот это грустненько. То есть даже если у вас хорошие хэш-функции, все хорошо, вы как-то раскидали элементы, вот один списочек будет всегда немножко длиннее, чем все остальные. Вот. Поэтому вот все ваше желание сделать все в худшем случае за вот единицы не сработает. Вот. И сегодня мы поговорим про такую прекрасную штуку, которая вам позволяет вот операцию contains, вот я хочу чтобы операция contains, ну или в мапах там где-то. Это вот в сетах, это в мапах. Вот та операция, которая не меняет кошмапово, достает из нее элементы. Вот это вот в сетах, а это в мапах. Чтобы вот эта операция работала за вот единицы в худшем случае. Вот такую хочу штуку. А зачем я хочу такую штуку? Это сложный вопрос. Ну, то есть не сложный вопрос, но понятно зачем. То есть хотите вы сделать вот хеш-мапу? Вы ее... Как часто бывает с хеш-мапами? Вы в нее сначала кучу элементов положили, да? А потом вот у вас появилась хеш-мапа, и она не меняется, вы ее только вот геты делаете постоянно. Ну или контейнсы. И вот хочется, чтобы вот после того, как вы ее сделали, уже зафиксировали хеш-мапу, чтобы можно было гарантировать, что у вас все после этого операции... То есть вот этот предподсчет может быть рандомизованный, и там вот предподсчет, который вот сделает эти инсерты, он будет не в худшем случае работать. А вот эти геты, хочется, чтобы они не работали в худшем случае, то есть чтобы гарантированно эту хеш-мапутицу взяли, и с ней вот дальше никаких проблем точно не было. То есть вы можете в ней делать геты, 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 они все работают завод единицы, с ним все хорошо, никаких проблем дальше не будет. Вот. Такую штуку хочу. Сейчас мы сделаем две штуки, которые умеют делать геты завод единицы. Поехали. Давайте. Метод номер один. Называется, простите господи, perfect hash, идеальное хеширование. Чудный метод, смотрите. Идея очень простая, идея очень простая, смотрите. Что мы делали в классическом методе разрешения коллизии со списками? Мы делали очень простую штуку. Мы брали этот массив A. И клали элемент вот в ту ячейку, соответствующую хэш, там хэшу от х. Мы брали вот, нам дали комит x, мы от него вычисляли хэш от х. Дали, что брали элемент A вот с индексом хэш от х, и в него добавляли наш элемент. У нас появился такой списочек, вот мы в него, в этот списочек добавляли наш новый элемент. А когда нам нужно было делать get, мы брали вот этот списочек, и в нем в тупую искали наш нужный элемент. Вот. И идея очень простая. Как бы сделать, чтобы get работал забыстрее? Ну, смотрите. Где слабое место? Слабое место – это списочек, да? Мы идем по этому списочку в тупую и ищем элемент. А нельзя ли как-нибудь его более умно поискать? Давайте попробуем. Посмотрите, что нам нужно сделать. Вот мы попали вот в один из этих бакетов, да? Вот здесь какой-то список из элементов, у которых вот такой хэш. Нам нужно вот в этом вот бакете поискать нужный нам элемент. Ну, какая у нас есть структура данных, которая позволяет вот в множестве быстро найти нужные значения? Давайте. Какие структуры данных вы знаете? Я просто тестирую, что чат работает. Нет. Я… Никакого подвоха, на самом деле. На удивление, правильный ответ сразу пришел. Действительно. А… Здесь прекрасно подходит хэш-таблица. Поэтому что мы сделаем? Мы возьмем и вставим хэш-таблицу в хэш-таблицу, чтобы можно было хэшировать, когда ты хэшируешь. Шикарный план, правда? Так, план, смотрите. Давайте возьмем… Сделаем хэш-таблицу размером m. Положим в каждую… Ну, давайте сделаем… Вот я скажу m равно n, для простоты. Вот сделаем… Сделаем хэш-таблицу размера n. n – это сколько элементов у вас будет лежать. А в каждом бакете вместо списочка положим хэш-таблицу. Шикарный, да? Вот, вот. Элемент a.it – это хэш-таблица. И давайте каждой отдельной хэш-таблицей сделаем отдельную хэш-функцию, чтобы наверняка было с хэш-функцией… Какой-нибудь там… Давайте вот будет g, it, at, x. У нас будет много хэш-функций. Смотрите, у нас есть одна хэш-функция, вот эта вот h, которая вот для большого массива. И будет вот внутри каждого a будет еще маленькая хэш-таблица. Которая вот для этой хэш-таблицы есть отдельная хэш-функция g и t. То есть у нас в каждой ячейке есть своя хэш-функция, да? И вот для этой хэш-функции в маленькой ячейке есть такая маленькая хэш-табличка. Такой план. Все, конец полный. Ну, смотрите. Итак, что мы делаем? Мы делаем большую хэш-таблицу. Если у нас в большой хэш-таблице появляются коллизии, то мы их разрешаем с помощью вот этих вот маленьких хэш-таблиц. То есть мы… Когда элементы попали в одну и тот же… в один и тот же бакет большого хэш-таблицы, мы их сложили в другую маленькую хэш-табличку. Вопрос. А что мы будем делать с этой маленькой хэш-табличкой, когда в ней будут коллизии? Как вы думаете? ЖИ… Ну, теоретически могут быть одинаковыми, а так будет не очень удобно. Вот. Знаете… Хочется вот для этой маленькой хэш-таблички тоже сделать хэш-табличку для коллизий, да? Но так мы далеко не уйдем. В какой-то момент надо остановиться. Мы не можем все время делать еще больше хэш-таблиц, да? Если мы… Мы хотим, чтобы этот завод единиц работал, да? Если у нас будет хэш-таблица, в ней хэш-таблица, в ней хэш-таблица, в ней хэш-таблица, надо, чтобы вот эта глубина вложности была константной все-таки. Поэтому мы эту глубину вложности оставим прямо здесь. Вот мы дальше ходить не будем. Мы сделаем хэш-таблицу большую, в каждой ячейке хэш-таблицу маленькую, а дальше с коллизием будем бороться очень просто. Мы возьмем и скажем, что не будет коллизий. Вот давайте сделаем вот эти маленькие хэш-таблицы, такие, чтобы в них не было коллизий. Идея. Давайте, мы в прошлый раз уже выясняли, какого размера нужно ходить хэш-таблицу, чтобы у вас не было коллизий. Давайте скажем вот, я скажу вот, n, it, это число элементов, 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 у которых хэш-таблица равно и. то есть, вот, n, it, это сколько элементов попало в it и bucket. А, тогда заведем вот, аит, вот, аит, вот, аитю хэш-таблицу, заведем размером n, it, f в квадрате. Вот. Если вы сделаете хэш-таблицу размером n в квадрате, то у вас с какой-то большой вероятностью коллизий вообще не будет. Что делать, если появились коллизии? Смотрите. Очень просто. Если появились коллизии, надо дать другую хэш-функцию. Ну, мы уже посчитали на самом деле, что, вот, у вас, как это сказать по-ростому? Сейчас я подумаю. Давайте так посчитаем. Вот. Какое мат-ожидание числа коллизий? А у вас это есть в практике, правильно? А, ну вот. Если посмотреть мат-ожидание числа коллизий, оно будет меньше, чем n в квадрате. Оно будет там где-то n в квадрате пополам. У вас есть в практике, это правда ведь? Я не путаю. Так. Правда ведь? Угу. Я не встал эту практику? Угу. Ладно, давайте. Сейчас зас... Я не хочу спойлерить практику. Ну, короче, если вы посчитаете мат-ожидание числа коллизий, как так будет. Оно будет меньше единиц, короче. Оно будет, оно готово. А-а-а-а. боюсь заспойлерить таску с практики потому что будет меньше единицы короче меньше какого-то эпсилон меньше единицы даже не принципиально да 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 нет тут давай что я сначала кладу все элементы будет такая статическая структура ее наверное можно сделать динамической с помощью да можно делать динамической но не принципиально давайте статической я сначала все элементы положу а потом буду делать где-то вот такая структура я сначала потратил сколько-то времени с каким-то рандомом чтобы создать кэш таблицу а после она зафиксирована и в ней где-то работает завод единицы вот такой чтобы хочу происходит мне странные вокруг ладно так вот если кто-то если вы возьмете размером n в квадрате посчитайте молодожидание числа коллизий она будет меньше единицы и это более-менее означает что вероятность того что число коллизий больше равно единице она вот меньше равно этого по неравенству как кого-то там черного чернышева не помню какого-то из них как мы вычисляем и нытое очень просто вычисляем и нытое ну в смысле мы еще раз давай скажем что кэш таблица фиксирована мы сначала все элементы положили а потом делали гетты тогда вот мы положили все элементы посчитали все хэши вот просто сложили их в списочке сначала потом посчитали чему равно и нытое и создали вот эти хэш таблицы вот такого размера я думаю что можно делать то же самое динамически ну как с вектором более-менее надо сделать с запасом размер этих табличек а когда появились коллизии перестроить их просто увеличить размеры перестроить я думаю что все сработает да нет проблем структуры не для того более-менее это структуры как раз вот для статических множеств вы хотите у вас есть какое-то статическое множество вы из него делаете хэш таблицу потом даете ее товарищу и товарищ после этого счастливый делает все гетты завод единицы и не знает проблем вот у него все гетты работают завод единицы в худшем случае никаких проблем нет все прекрасно вот такая штука более-менее для этого это используется у вас есть какое-то фиксированное множество для этого фиксированного что делаете хэш таблицу и после этого счастливы и пользуетесь пока все хорошо почему я говорил так вот если у вас в коллизии меньше единицы тогда у вас вероятность того что есть коллизии больше меньше и меньше всего а это значит что вы можете с некоторой ненулевой вероятностью получить хэш таблицу ну отделенной от нуля короче с какой-то вероятностью вы получите таблицу в которой нет коллизий вот соответственно что вы делаете вы берете какую-то вот ячейку вашего массива выбираете функцию жейты строите вот эту хэш табличку если получилось что в ней коллизии ну плохая хэш функция выбрасываете уберите новую хэш функцию строите заново с какой-то вероятностью отделены от нуля вот эти ну там один минус эпсилл будет сейчас это не больше эпсилл будет 1 минус эпсилл 1 минус эпсилл вы получите то что на счету то что надо вот это вам нужно будет сделать там сколько-то действий если словом если одна вторая то вам все это вторая вам везет как вы строите хорошую хэш таблицу ну тогда типа в среднем за два раза со второго раза вам повезет построить хорошую хэш таблицу в ней не будет коллизий вот такой план ну все вот весь алгоритм смотрите еще раз алгоритм мы берем заводим хэш таблицу размера n вот большая хэш таблица размера n раскладываем элементы по бакетам дальше в каждом бакете чтобы искать мы заводим маленькую хэш табличку размером n в квадрате все теперь как делать get очень просто вот вам нужно сделать get вы вычисляете значение h от x лезете в тот бакет в том бакете вычисляете значение жейты от x и находите нужную клеточку там либо лежит ваше значение либо иначе его нет все вот будем писать или забьем не хочу писать код на самом деле тут не принципиальный а где подвох ну подвох на самом деле очень простой как бы мы раньше говорили что можно делать хэш таблицу размером n в квадрате но мы память больно жалели да мы бы мы бы и большую табличку сделали размером в квадрате но мы говорили что памяти столько тратить как-то не к бельфу вообще не очень а что изменилось здесь казалось бы здесь мы тоже как бы потратили n в квадрате памяти а мы уже говорили что если очень не повезло не бывает такого что постоянно не везет то есть как бы вот эта штука она тем более менее как монетки кидается она гарантирует что у тебя с некоторые не нулевой вероятностью нормальный тебя есть все все тебе повезет но если там везет вероятность одна вторая то значит ну как бы ты не можешь понять бесконечно более-менее там рано или поздно тебе повезет в среднем за два за двести раз и тебе повезет ну нет совсем от рандома мы не уйдем никуда нет совсем от рандома мы не уйдем у нас как бы хэшфункты рандомной и поэтому совсем все делать в худшем случае не получится вот в иb вот в хуже случае будут работать только эти операции операции которые кладут они не будут работы получен случае этоc мы не умеем делать ну странно было бы если мы били все операции делать ухом случае непонятно как вы могли то икасс и кажется можно доказать что нельзя почему случае делать и той другой взора к единице, просто по техническим причинам. Потому что множество большое, а массив маленький, надо как-то с ним что-то сделать. Нужна какая-то хешфрукция, а там дальше у вас появляются какие-то вероятности уже сразу. Если у вас хешфрукция невероятностная, то там бывают худшие случаи, как опять же у вас в практике есть. Почему мы раньше так не делали? Потому что n в квадрате это много памяти. А здесь мы берем не n в квадрате, а n и t в квадрате. А n и t, наверное, маленькие. n и t у вас обычно это размер этих маленьких блоков. Они, скорее всего, маленькие. Поэтому n и t в квадрате можно делать. И это будет не очень страшно. Давайте это возьмем и докажем. Что я хочу сделать? Я хочу посчитать, какой суммарный размер всей хеш-таблицы мне нужен. Как я это посчитал? Вот суммарный размер это просто сумма всех n и t в квадрате. Как бы мне его оценить? Давайте подумаем. Что мне нужно сделать? Мне нужно найти мат ожидания вот этой вот суммы. Давайте так распишем. Выглядит немножко как магия, но на самом деле так проще всего это решать. Что такое n и t в квадрате? Это квадрат числа элементов, которые попали в один и тот же бакет нашей большой хеш-таблицы. Значит, вот это n и t в квадрате. Давайте вот так напишу. Вот я хочу сумму по всем и. Вот число пар x, y таких, что h от x равно i и h от y равно i. Ну, давайте поймем, что я тут написал. Я очень странно раскрыл квадрат. Что такое n и t в квадрате? Вот у меня есть вот эта вот хеш-таблица. Покрупнее ее нарисую. В ней лежат какие-то элементы. Их там n и t в квадрате это количество пар элементов в этом списке. Правильно? Я даже не пишу, что x не равно y. На самом деле пофиг. А нет, надо писать, что x не равно y. Не принципиально, сейчас напишу. Вот. Это количество пар элементов вот в этом вот списке. А что за пар элементов? Здесь x, здесь y. Это просто два элемента, которые попали в этой бакет. Вот они оба попали в этот бакет. Поэтому у них у обоих хеш равен i. Так, пишите в чат что-нибудь. Не, пугаете. Тут немножко все магически, поэтому надо аккуратно все делать. Так вот. Я сейчас просто очень странно расписал квадрат. Я расписал квадрат как число пар элементов. Как каждый элемент. Каждый элемент принимает n значений. Поэтому количество таких пар n в квадрате. Окей? Замечательно. Давайте отсюда вынесем. Давайте я отсюда вынесу. Давайте вот x равный x я отсюда вынесу. Можно? Вот я возьму. Значит, у меня вот здесь есть иный т-пар. Когда x равно y. И будет еще и число пар x и y. Вот так пишу. Вот так хочу. Да, я хочу равные элементы вынести вот сюда, чтобы они меня не бесили. Отлично. Хорошо. Теперь вот сумму и нытых вынесу. Сумма и нытых это просто n. Я немножко кручу вершу запутать хочу. На самом деле ничего страшного я не делаю. Я хочу просто одинаковые элементы вынести. Я пришел к количеству пар элементов. Там бывает пара элементов с самим собой. Она немножко дурацкая. Я ее уберу. Но таких пар всего n штук. Я n вынесу сюда. Можно я е больше не буду писать? Она меня бесит. Вот это вот количество пар x и y таких, что x не равно y. Все. Теперь давайте вот посмотрим вот на эту штуку. Вот что это такое, как вы думаете? Вот. Вот эта штука это что-то понятное. Давайте поймем, что это такое. Нет, коллизия справедлива. Мы посчитали вообще суммарное число коллизий во всей хеш-таблице. Каждая коллизия возникает, когда два элемента попали в один бакет. Мы пробежались по всем бакетам и посчитали, сколько коллизий внутри этого бакета. То есть мы посчитали вот суммарное число всех коллизий в хеш-таблице. Это просто вот. Вот эта сумма, это просто число коллизий. Ну какое у нас мат-ожидание числа коллизий, давайте вспомним. Тут я офигенно написал. Это было не про то. Мат-ожидание числа коллизий это очень просто. Это нужно взять каждую пару элементов, проверить, что они совпали в коллизию. А дальше у нас вот есть n в квадрате пар примерно. Каждая пара попадает в коллизию с вероятностью 1n. Получается вот это. Такой план. Все. Итого, смотрите, если у вас, ну вот смотрите, опять же, нам от хеш-функции нужно единственное свойство, чтобы вот вероятность коллизии была одна. Вот тут единственное место, где я использовал, что у меня вероятность этой штуки. Вот эта штука, это вероятность коллизии. Все остальное это были просто такие элементарные преобразования. Тут ничего интересного не происходило на самом деле. Вот это единственное место, где я использовал свойства моих хеш-функций. Мне нужно, чтобы два элемента входили в коллизию с вероятностью 1n. Все, все остальное были просто такие торжественные преобразования. Как говорил товарищ. Ой господи, так. Понятно? Все. Итого, смотрите, у меня мат ожидания размера этой штуки линейная. Что это значит? Ну, опять же, это значит, что, вот, давайте, вот, если у вас там мат ожидания чего-то, вот, x, оно, там, c на n, давайте вот так скажем, тогда вот вероятность того, что x будет больше, чем 20, она не больше одной второй. По неравенству вот того же мужика я все время их путаю, я не помню какого. Это более-менее элементарно, да? У вас был какой-нибудь тервер? Я не помню, когда у вас тервер, если честно. У вас есть какой-то элементарный тервер? Я не помню, в какой семестре. На дискретке. Не принципиально. Это, на самом деле, тривиальное свойство. Вот, если у вас мат ожидания чего-то равно вот там, равно чему-то, то вот вероятность того, что эта штука увеличится в два раза, она не больше одной второй. Значит, если штука не отрицательная. Если какая-то штука не отрицательная, то вот, вы можете ее в два раза больше увеличить. Не принципиально. Ну, это простая штука. Тут, правда, ничего сложного нет. Так вот. Что вы можете делать? Значит, вы можете построить всю эту штуку. Сгенерить все эти, понимаете, алгоритмы. Как строить идеальное хеширование? Вот у вас есть какие-то элементы, x и t, да? Вы выдумываете функцию h, раскладываете их по бакетам, считаете сумму и нитых в квадрате. Если получилось, что она больше, чем 2c, тут надо правильно константу подобрать, то вы говорите плохая хеш-функция h. Возьму другую хеш-функцию h. Берете другую хеш-функцию h. Вычисляете заново и нитые. Вычисляете заново вот эту сумму. Если она опять плохая, думаете, плохая функция h опять полос. Берем другую функцию h. Вот с вероятностью 1-2 вам появится хорошая функция h. Вот. Хорошая функция h значит, что вот сумма и нитых будет не больше, чем c. Ну там 2c, неважно. Вот если есть какая-то константа c, я так немножко дуром подобрал, тут не смеление в квадрате. Неважно. Здесь какая-то константа есть. Вот она не будет в 2 раза больше, чем эта константа. Вот эта вот. Говорите, хеш-функция хорошая. Сойдет. У меня суммарная сумма от этих нитых квадрате, она вот где-то примерно линейная от размера моей штуки. Зашибись. Подобрали функцию h. Неплохую. Дальше идем отдельно по каждому бакету. Выбираем функцию j.t. Такую, чтобы внутри этого бакета не было коллизий. Это тоже с какой-то ненуевой вероятностью произойдет. Вы берете какую-то рандомную хеш-функцию j.t, проверяете, есть ли у вас коллизии. Если есть, выкидываете хеш-функцию. Берете другую хеш-функцию. Проверяете, есть ли коллизии. Вот с какой-то нормальной вероятностью это произойдет. Соответственно, вот вы сколько-то действий в среднем константной коллизии есть и потратите на то, чтобы выбрать все эти функции j.t. Все. А после этого вы радуетесь. У вас зафиксирована функция h, зафиксирована функция j.t. Вы просто вот разложили все элементы, отдаете эту хеш-таблицу товарищу, говоришь, на, пользуйся на здоровье. И после этого товарищ уже никаких проблем не имеет. Вот вы все проблемы уже решили за него. Ваш товарищ, ему нужно сделать get, он вычисляет функцию h, лезет в этот bucket, вычисляет функцию j.t, находит в этой маленькой хеш-таблице значение и все. У него там никаких коллизий не возникает, никаких проблем не возникает. Вот у него все хорошо дальше. Вот после того, как построили всю эту штуку, все геты после этого работают в завод единицы. Вот. Так как он. Все. Вот так работают идеальные хеши, товарищи. 40 минут мы на это увидим. Нормально. Го. Значит. Это все прекрасно в теории, на практике довольно трешово, прямо скажем. То есть, на практике так делать, ну, если очень хочется, то можно. Но, в целом, такое развлечение так себе. То есть, смотрите, надо слишком много мучиться. Надо вот сделать эту большую таблицу, маленькие хеш-таблицы, как-то вот туда-сюда. Памяти будет много жраться, потому что, ну, тут суммарно размеры, там, конечно, линейные, но там константа будет большая. Может, хеш-таблицу генерить эту, еще вот эту хеш-таблицу генерить. Вот, в смысле, много маленьких хеш-функций генерить. То есть, их назначения куда-то записать. Ключи. На самом деле... Страшно. Что можно делать? Если вы видите. Есть другой прекрасный способ. Он немножко более относится к черной магии. Сейчас мы объясним почему. Но... На практике работают хорошо, на удивление. И тоже делают геты за вот единицы. Ну, поехали. Значит... Второй способ, который, еще раз хочу сказать, который делает, конечно, таблицы с гетом за вот единицей, называется метод хеширования кукушки. Пойдем про кукуху, наконец-то. Кукуха — это вещь, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok, где где-то вот, почему. И жаль, что не вышел, И при помощи генериалы, как-то не может выйти. И, что с этим делать, так как мы можем. смотрите план такой план такой давайте возьмем две кэш-функции функцию h1 h1 от x функцию h2 от x две прекрасные кэш-функции так мы хотим по классике сделать или модерного по классике нужно два массива давайте по классике сделать так возьмем две кэш-функции дальше возьмем два массива возьмем один массив и второй массив а1 и а2 и дальше план такой вот каждый элемент он будет лежать в одном из этих двух массивов инвариант такой вот x он лежит в одном двух мест x лежит либо в первом массиве с индексом h1 от x или во втором массиве с индексом h2 от x мне кажется можно делать то же самое на одном массиве хуже не будет я не уверен да мне кажется будет хорошо если он не массивом но по классике делать так что-то вот есть ваш имен x он лежит либо тут либо где-то тут вот в одном из этих двух мест лежит x все конец теперь как с этим работать очень просто смотрите вот нужно вам сделать insert нужно сделать insert нарисую два массива еще раз вот есть у вас элемент x вам нужно его добавить в хеш таблицу посмотрим вот на эти две ячейки если одна из них свободно положим туда x и не будем парить мозг вот на эти две ячейки если хотя бы одна из них свободная тогда кладем туда элемент x и не парим мозг проблема начинается когда обе ячейки заняты если обе ячейки заняты вот там тут лежит какой-нибудь элемент а тогда мы делаем чудную вещь на 3 мы один из этих элементов выпихиваем и садимся вместо него давайте к вам меньше нравится а или б давайте например а возьмем элемент а скажем ты плохо тут сидишь мне негде сидеть голоса разделились ладно я уже сказал а вот давайте а ты плохо здесь сидишь давай выкинем тебя берем выкидываем а садимся вместо него теперь легкая проблема что элемент а куда-то положить вы понимаете но у элемента а было два места куда его можно было положить вот был элемент а он хотел лежать вот здесь но у него было запасное место элемент а мог также лежать где-то вот здесь давайте возьмем а и вот отсюда приложим его вот сюда ну правда может быть легкая проблема здесь тоже могло быть занято если здесь было занято элементом c тогда мы делаем продолжаем мы берем этот элемент c выкидываем его кладем вместо него элемент а и смотрим где второе место для элемента c где элемент c мог лежать вот элемент c он мог либо здесь либо где-нибудь вот здесь можно замкнуться да сейчас сейчас все будет вот здесь лежит элемент d мы смотрим на элемент d а он может лежать либо здесь либо вот здесь давайте как-нибудь давайте как-нибудь замкнем вот здесь элемент он лежит либо здесь, либо здесь, поэтому я C переложу сюда, а D попробую переложить сюда, это еще не замкнулся, тут еще может быть шанс, что все сойдется, потому что если B лежит, если B хочет, что здесь и где-нибудь вот здесь, тогда было бы все еще неплохо. Проблема, если B хочет, что либо здесь, либо где-нибудь вот там скажу, а как-нибудь вот так. Что-нибудь порядка этой картинке? Давайте я более, более аккуратно нарисую, чтобы все было по порядочку. У меня был элемент X сюда или сюда. Здесь были элементы, давайте, вот A и B. Вот был элемент A, он был либо сюда, либо сюда. Я хочу его приложить сюда. А здесь лежит элемент C, который хотел либо сюда, либо сюда. А здесь лежит элемент D, который хотел либо сюда. Ну, как-то вот так, короче. Вот, давайте. Первая ситуация, когда все происходит хорошо. Вот все происходит хорошо, это когда вот мы X кладем на место A, A перекладываем вот сюда на место C, C перекладываем вот сюда на место D, D перекладываем вот сюда, здесь пустое место. Мы просто вот сюда кладем X, сюда кладем A, сюда кладем C, сюда кладем D. Все элементы поместились, всем хорошо. А плохая ситуация, когда вот пришло что-то такое, когда все замкнулось. Давайте как-нибудь быстро замкнем. давайте побыстрее давайте вот сюда было а здесь было бы и вот а хочет давайте вот сюда или сюда а здесь лежит c который хочет либо сюда либо не хочу сразу сюда скучно бы давайте вот сюда а здесь лежит d который хочет вот либо сюда либо куда-нибудь вон туда опять же на а б хочет так сейчас ту самую картинку нарисую да да то же самое картинку нарисовал очень бы сюда либо сюда да найди здесь отличие зачем нарисовал 2 непонятно смотрите утверждается что если у вас все пошло не так то есть вы чувствуете что вы зациклились это значит что в принципе элементы разместить нельзя вот бывают такие ситуации когда элементы в принципе разместить нельзя давайте посмотрим эту картинку поймем почему на ней нельзя разместить нужные элементы в принципе невозможно то есть как бы наш алгоритм тупой это значит что просто вот такой вариант выполнить нельзя давайте прям почему точно нельзя ну очень на самом деле простая довольно логика давайте у нас вот есть у нас есть раз два три четыре пять элементов они все хотят лежать вот этих четырех ячейках вот все другие ячейки мне нравятся вот вот эти пять элементов хотят лежать в этих четырех ячейках они не поместятся никак не то что мы у вас будет алгоритм тупой это просто вот такой вот клинический факт если у вас пять элементов хотят лежать четырех ячейках вы туда никак не положите. Такая ситуация бывает, действительно, иногда бывает такое, что вы клали элемент, клали, а потом выяснилось, что положите его туда, nydia, а как вы это выясните? На самом деле очень просто, если ваш алгоритм зациклился, мы делали все однозначно, мы брали x, клали его, а дальше второй элемент однозначно кланется сюда, а этот однозначно кланется сюда, а этот складывается сюда, а это сюда. Если у вас вот этот процесс зациклился, это значит, что вы попали вот в такую ситуацию, когда элементы нельзя разложить, просто у вас вот места не хватает для того, чтобы сделать все элементы. Печалька, да? Вот бывает такое. Проще всего, на самом деле, это понять так. Проще всего сделать какое-то ограничение на количество перекладываний. Если вы положили x, потом переложили сюда a, переложили b, переложили c, вот если вы там сделаете больше там ста перекладываний, скорее всего, значит, что-то у вас не так пошло. Ну, там, тысячи напишите. Если вы тысячу перекладываний сделали, это явно что-то пошло не так в жизни. Вот. То есть, detect, что у вас появились вот такие вот циклы, это очень, на самом деле, легко. Не понять, что с ними делать. Делать мы с ними будем то же самое, что мы делали всегда. Смотрите, если мы обнаружили ситуацию, что у нас элементы нельзя разложить, мы возьмем, выкинем хэш таблицу, возьмем новые хэш функции и разложим все элементы заново. Утверждается с некоторой хорошей вероятностью, нам повезет и такой ситуации не будет. Там дальше довольно, довольно жесткая магия, на самом деле, оценки. Если считаете, что хэш функции честно, рандомные, вот прямо из рандомного множества взяли, то, как понимаете, что каждый раз вероятность того, что мы попадали в ячейку, она где-то одна-вторая, что мы попадем в свободный. Ну, там, давайте считаем. Значит, плотность заполнения одна-вторая для простоты. Это непринципиально сегодня. Вот давайте скажем, что если у вас где-то половина ячеек свободная и хэш функции совсем рандомные, то мы где-то на вторая попадем в свободный ячейк каждый раз. Поэтому вот эта вот штука долго зациклиться не может. Так, все доказательства. Там есть более строго отказства пацанов, которые я не буду рассказать, потому что я не настоящий математик. Короче, пацаны утверждают, пацаны утверждают, мы им, конечно, поверим на слово, что если вот эти две хэш функции взяты из некоторого логан-универсального семейства, так, а я вам не рассказал про универсальность, ну ладно, у вас в практике было про два универсальные функции, вот это то же самое, только логан-универсальный. Да, давайте быстренько расскажу. Вот хэш функции называются k-универсальными, если выполняется такая штука, вот если вы возьмете какую-нибудь хэш функцию и посчитаете ее значение в каких-то точках, х2, х3 и так далее, хк, возьмете какие-то k-точек, посчитаете в них значение хэш функции, то вот вероятность того, что вот эта штука равна каким-то значениям, вот y1, y2, y3 и так далее, yк, вероятность того, что вот такое произошло, она там примерно одна m в k, ну там, давайте построже напишу, давайте сделаем мечту математики, вот так напишу, сойдет. У вас в практике было про два универсальные функции, там были два универсальные функции, это функции, которые для каждой пары чисел, для каждой пары элементов принимают все возможные вот здесь вот пары с вероятностью 1 делить на m в квадрате. Вот у вас в практике есть значение, вот можно то же самое сделать для k, k универсальные, если вот мы выбираем любые k элементов, вероятность того, что они получат вот эти k хэш значений, она примерно одна m в квадрате, то же самое, только k вместо двух. И вот пацаны утверждают, что это все работает, если вот этот набор, вот эти вот функции берутся из логан-универсального семейства, то есть у вас вот можно выбрать для любого логан-значения, и вот это все выполняется. Вот. Это не очень большая проблема, на самом деле. Построить логан-универсальные функции тоже не большая проблема, но не очень приятно, потому что вот в прошлые, вот обычные хэш-функции, которые мы использовали, вот хэш-таблицы, им не нужно такое свойство, им нужно было вот простое свойство, что вот вероятность коллизии не больше одной m. Это гораздо более простое свойство, гораздо проще с ним жить, проще его доказывать. Нет, если хэш-функции действительно настоящие случайные хэш-функции, вот просто взяли случайную хэш-функцию из всего множества хэш-функций, тогда, конечно, для них все такие свойства выполняются. Вот для совсем магических случайных хэш-функций все прекрасно выполняется. Проблема в том, что на практике вы нигде не найдете волшебную случайную хэш-функцию. На практике у вас тогда какая-то хэш-функция выбирается из какого-то семейства. Ну, как мы делали в прошлый раз, да? И вот-вот. Важно понимать, какие свойства хэш-функции вам нужны. Случайность это, да. Мы берем хэш-функции. Вот мы берем хэш. Вот х выбирается из множества каких-то вот универсальных хэш-функций. Так я помню. Вот-вот. Вот х случайно выбирается. Х случайно. Не, фигуру. Не, не, не важно. Ладно. Короче, мы выбираем хэш-функцию вот из какого-то множества возможных хэш-функций. Да, так и было. К чему это все? К чему это все? Так вот, пацаны утверждают, что они умеют доказывать, что это все работает. То есть там есть какое-то ограничение, насколько должен заполнить хэш-таблица, не принципиально. А вот если у вас хэш-таблица, короче, достаточно пустого места, если эти хэш-функции из логана универсального семейства, они утверждают, что они умеют доказывать для логана универсальности, говорят, что на практике нормально работает и для более простых хэш-функций. Но они не уверены, почему. Может уже доказали, я не в курсе. Надо изучить вопрос, кстати. Может быть там уже доказали какие-то более хорошие свойства для кукушки. Я не принципиально. Короче, вот. Короче, если хэш-функции нормальные, эта штука работает. То есть у вас с некоторой нормальной вероятностью не будет вот таких вот циклов, и все будет хорошо. Так. Да, а get работает за вот единицы, очевидно. Да, собственно, зачем мы это все делали? Чтобы get работал в единице. Почему get работает за вот единицы? Ну, потому что как вы делаете get? Вы смотрите сюда, смотрите сюда. Если и там, и там нету хэш-таблица, значит вообще нет хэш-таблица. Все, видите, get работает за вот единицы, очень легко. Никаких вот этих двойных хэш-таблиц не надо, ничего такого не надо. Все очень просто. А еще remove делается легко, кстати. Вот remove делается вообще шикарно. Вот вы... Нужно удалить элементы с хэш-таблицы. Вы берете, смотрите вот сюда и сюда. Если один из них равен x, тогда просто удаляете его. И все. Никаких вот этих перестановок, никакие дырки не появляются. Надо что-то переставлять. Вот remove шикарно делается. Remove шикарно делается, get шикарно делается. Вот добавление немножко муторно делается. Да, еще прелесть этой штуки относительно того, что он предыдущий, относительно идеального хэширования. Что тут легко делается добавление. То есть там была такая статическая структура. А это очень легко динамически делается. То есть можно элементы добавлять, удалять. Ну в какой-то момент у вас будет цикл, ну надо перехэшировать все. Ну бывает. Совсем бывает. Кукуха. Такая штука. Так, успеваем еще? О, успеваем еще, шикарно. Давайте я вам про фильтры Blume еще расскажу. Давайте. Раз уж мы пошли во все чашки говорить про хэши, давайте я вам про фильтры Blume тоже расскажу. Значит, Blume это немножко, немножко не из той оперы, но на самом деле очень близко. Фильтры? Что не так? Что не так с фильтром? Фильтр-то. Я так и написал. Где подбог? Так я и написал. Нет, я иногда печатываюсь на доске, но сейчас вроде правильно написано. А-а-а! А-а, Blume это цветочек. Хорошо. Очень хорошо. Так вот, смотрите. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать структуру данных сет. Вот мы хотим сделать структуру данных сет, в которой делаются инсерты. Ремовы не будем делать, значит, нужны ремовы. И контенты. Я хочу делать сет, в который умеет добавлять элементы и проверять, что элемент в сети. При этом я хочу, чтобы он жал очень мало памяти. Вот я вот очень экономный, у меня памяти мало. Хочу, чтобы он был очень маленький. Вот я хочу, чтобы он настолько мало памяти, что я хочу вот эти элементы сами, x, не хранить. То есть, как мы обычно делали, да? Мы делали хэш-таблицу, да? Мы делали такой массив, и вот эти элементы x клали вот в этот массив, в нужное место этого массива. А дальше, когда мы проверяли, когда мы делаем get, мы идем в этот массив, находим элементы x, сравниваем их, видим, что они равны, и значит, элемент есть в нашем хэсете. А план такой. Вот мы хотим сделать set, который проверяет, что ваш элемент есть в множестве, но при этом сам элемент мы не хотим в памяти хранить, потому что он, зараза, большой. Казалось бы, как мы это сделаем? Ну, короткий ответ – никак. Ну, понятно, что никак нельзя сделать структуру данных, которая проверяет, что элемент есть в множестве, не храня сам элемент. Непонятно, как хранить. Вот вы. А эти проверили, что вот какой-то большой объект, есть у вас множествие. И вы не знаете, какой объект. Потому что в памяти он не сохранен. Ну, как вы проверите, что он есть? Ну, никак не проверите. Поэтому сделать это никак нельзя. Ну, если очень хочется, то можно. Смотрите. Что мы сделаем? Мы разрешим нашей структуре иногда ошибаться. Вот давайте вот этот contains, он будет иногда ошибаться. Вот давайте разрешим contains, иногда говорить неправду. И дальше аккуратненько проконтролируем, насколько часто это происходит. Вот. Такой план. Если мы разрешим contains иногда ошибаться, тогда в целом можно не хранить сами. Можно, например, сравнить по хэша. Смотрите. Если у вас здесь два больших объекта, да, и у вас есть честный, нормальный человеческий хэш, то что вы можете сделать? Вы можете посчитать от обоих объектов хэш, да. Если он совпал, то объекты там равны с вероятностью, ну, обществуя там, одна mt, условно. То есть там, вот, короче, так можно добиться, вот, давайте, смотрите, давайте. Давайте чалболи тупую задачу решим. Вот, пускай есть у вас, давайте, тупую задачу решим. Давайте, вот, отвлечемся от фрильтроблоба. Такую задачу тупую решим. Вот вы хотите сохранить элемент x. Вот есть у вас элемент x, да. Вы хотите отвечать на запросы, вот, мне дают элемент y, правда ли, что он равен x. Вот вы хотите, вот, давайте, это отвлечение совсем. Вот, из equal, нет, из equal, так не говорят. Equals x. Equals x от y. Вот она проверяет, что x равно y. Вот вы хотите сделать такую процедуру. Ей дают, дают элемент y, она проверяет, что он равен x. При этом сам x вы не хотите хранить. Вот. Давайте такую задачу решим. Вот. Как бы нам проверить, что y равен x, при этом не храня сам x. Давайте. Ваше предложение. Я уже полно рассказал. Пару хэш-кодов. Действительно. Давайте посчитаем какую-нибудь хэш-функцию от x и от y. Вот давайте посчитаем какой-нибудь вот hx. Это какая-нибудь h от x. Тут посчитаем какую-нибудь, вот посчитаем хэш-функцию от y. Аберика, если она равна h от x, h от h, h от x, тогда скажем, что они, наверное, равны. Давайте вот. С какой вероятностью мы ошибемся? Ну, мы ошибемся с вероятностью 1 делить на m. Вот вероятность ошибки она 1 делить на m. Правильно? И дальше мы можем m контролировать. Вот если мы возьмем, скажем, m равный 2 в степени k, то мы потратим k-бит информации вот чтобы сохранить вот это число hкатые, ой, hx. Ну, hx это будет k-битное число. Оно от 0 до 2 в степени каминоза 1. То есть нам нужно k-бит, чтобы записать вот это число hx. А ошибаемся с вероятностью ошибка с вероятностью 1 делить на 2 в степени каминоза. Разумно говорю? Нет. Опять же затихли. Опять же затихли. Вот. Еще раз. Тут есть такой трейдок. Смотрите, можно потратить сколько-то памяти, какая-то вероятность будет у вас ошибки. Если мы хотим на сохранение этого х потратить k-бит памяти, то после этого у нас вероятность ошибки будет 1,2 в степени к. Вот чем больше памяти мы потратим, тем меньше будет вероятность ошибки. Вот. Вот так работает. Отлично. Теперь мы эту идею примерно переложим вот сюда. Я хочу хранить не один теперь элемент х, хочу хранить много элементов. К сожалению, если вот так делать для много элементов, там уже будет немножко хуже с вероятностями, потому что у нас будет много вероятностей. Каждый может совпасть с каждым, там коллизий много больше. Опять же, инфорайз коллизий будет. Давайте покинем. Как делает фильтр в луна? Как делает фильтр в луна? Смотрите. Возьмем массив. Возьмем массив А. И возьмем К разных хэш-функций. Это разные хэш-функции. Я, кстати, не уверен, насколько универсальными нужны семейства, чтобы все работало. А вот я не уверен, насколько мне нужно семейства, чтобы все работало. Не принципиально. Ладно. Не хватит два универсальности здесь или нет? Не уверен. Не знаю. Руками помашу. Не знаю, какое свойство нужно правильно хэш-функции здесь. План. Смотрите. Как мы сделаем insert? Смотрите. Мы возьмем, посчитаем значение всех хэш-функций и запишем единичку во все ячейки. Просто вот переберем все и от 1 до k и положим по адресу hit от x значение 1. Гениально, правда? Мы берем x, вычисляем вот эти значения хэш-функций и кладем единички по соответствующим адресам. Как делать contents? Также, в смысле, пойдем вот по этим адресам, проверим, что там единички. Давайте вот for i от 1 до k. Если там нолик, h и t от x надо сделать. h и t от x, вот так вот. Равно нулю, тогда return false. Если все единички, тогда, наверное, true. Все, это весь код фильтра блова. Вот, смотрите, помните, какая прелесть. Давайте еще разок. Что мы делаем? Смотрите, мы заводим один большой массив. Радостно. Дальше. А когда мы кладем элемент, мы вычисляем от него все вот эти kхэш-функции и кладем в нужные места единички. Как мы проверяем, что элемент есть в массиве? Ну, мы, опять же, смотрим по всем этим элементам. Смотрим, правда ли, что там единички. Если там везде единички, то, наверное, наш элемент есть и наше множество. Все. Давайте прям, когда мы ошибаемся, бывает такое, что мы ошибаемся. Ну, бывает, очевидно, что такое, что мы ошибаемся. А когда мы ошибаемся? Мы ошибаемся, если вот так получилось случайно, что вот мы, вот нам дали x, мы полезли вот по этим вот ячейкам, а там везде оказались единички, ну, каких-то других элементов. Ну, мы там какие-то разные элементы клали. Вот один элемент положил сюда единичку, другой элемент положил сюда единичку, этот положил сюда единичку. Вот так получилось, что вот мы какие-то вот элементы а, б и с уложили, да? Они нам все эти четыре единички проставили, поэтому получилось, что там, естественно, все единички. А элемента x на самом деле нет. Вот так бывает. Ошибка только в одну сторону бывает. Если элемент x есть в множестве, то мы точно скажем, что он есть, потому что мы проставили все единички. Если элемента x нет в множестве, то мы иногда говорим, что он есть. Потому что не повезло. Мы посмотрели, посмотрели, ну вроде есть. А оказалось, что на самом деле нет. Вот. Давайте немножко посчитаем, с какой вероятностью все происходит, вообще какие-то должны быть штуки. А, значит, понимаете, чему надо выбрать равным k? Давайте вот. Давайте вот у меня массив какой-то размера n еще, давайте вот так, m минус 1. Давайте подумайте, понимаете. У вас была теория информации какая-то на этикетке, да? Вот, понимаете, что это все про эффективное использование памяти, более-менее. Поэтому я хочу вот этот массив сделать таким, чтобы он эффективно использовал память. Вот, чтобы информацию покомпактнее жать, в ней должно быть примерно одинаково ноликов и единичек. Да, у вас был дисклетки примерно противоинформации, да? Вот, информация хорошо распределена, когда у вас вот ноликов и единичек примерно поровну. Да? Понятная мысль, более-менее. Вам ее должны были на этикетке более-менее подробнее рассказать. Все не принципиально. Так вот, мы хотим подобрать k и m такими, чтобы ноликов и единичек было примерно поровну. Тогда будет хорошо пожато все. Соответственно, какое надо выбирать k? k нужно выбирать такое. Вот, понимаете, если у нас ноликов и единичек поровну, и все функции хеширов хорошие, короче, не важно какие. Тогда вот вы вот здесь вот ошибаетесь каждый раз с вероятностью 1,2. Вот здесь вот, в этот for попадет вам в единичку с вероятностью 1,2. Если x не в множестве, то вот здесь вы с вероятностью 1,2 попадете в нолик. То есть вероятность ошибки вот здесь вот, она будет 1 на 2 вкатой. Каждый раз с вероятностью 1,2 попадем в нолик. Вероятность того, что мы k распали в единичку, если все случайное, где-то 1 на 2 вкатой. Поэтому k нужно выбирать, опять же, примерно логарифм от вашей вероятности. Вот логарифм от 1 делить на епсилон. Чтобы разность ошибки, она не больше епсилона. Чему надо выбирать m? Смотрите, а m я хочу выбирать таким, чтобы у меня была примерно половина ноликов. Ну, смотрите, вот если у меня было n элементов, то мне надо... Каждый из них поставил по k единичек. Значит, я все поставил n умножить на k единичек. Многие из них, на самом деле, пересеклись, поэтому... Плохо напишу сейчас. Не буду потом списывать. Многие из этих единичек пересеклись, поэтому надо немножко, на самом деле, поменьше сделать. Не принципиально. Вот давайте, чтобы m, примерно надо сделать сколько? Значит, у вас каждый из n элементов проставил k единичек. Все, поставили n умножить на k единичек. Надо, чтобы единичек была половина от всего, поэтому m нужно делать примерно вот 2k. На самом деле, немножко меньше, потому что единички пересекаются. Не принципиально. Вот, все. Ну, давайте какой-нибудь, давайте, опять же, как обычно, давайте посчитаем какое-нибудь реальное число, чтобы было понятно, насколько это все эффективно жмет. Вот, пам. Пускай у вас есть какой-то словарик. Где это используется обычно? В каких-то ситуациях, в которых вот можно ошибаться. У вас есть ситуация, в которой можно иногда ошибиться. То есть, если вы там делаете, опять же, атомную инферстанцию, то лучше так не делать. Если вы делаете какой-нибудь там автопилот для самолетов, не делайте такие структуры данных. Можно делать там, где вы, не знаю, делайте какие-нибудь подсказки. У вас там вот есть какой-нибудь интернет-магазин. Вы там вводите первое слово, он вам подсказывает второе. Поэтому нужно проверять, что слово есть в словаре. Ну, потому что информация так считается. У вас информация считается, вот, как бы, вот, количество информации от каждого битика, это, вот, вероятно, логарифм вероятности того, что там нолик и единичек. Ну, повторите скретку. Я не хочу без скретки вылезать, это не мое. Не мое это. Ну, просто информация больше... Если нолики и единички по ровно вероятности имеют, то вот каждый бит дает вам больше информации. Не принципиально сегодня. Давайте сделаем какой-нибудь, например, вот, давайте, знаете, как в прошлом году сделаем. Есть у вас какой-то проверяющий карфографии. То есть вы в него загрузили все слова русского языка, и он должен проверять, слово есть в русском языке или нет. Ну, давайте возьмем, запихаем все слова русского языка в большой словарь. Ну, сколько у вас там слов, я не знаю, там. Давайте, там, условно, 10 тысяч слов. Есть у вас 10 тысяч слов. Вы хотите запихать их в словаре под фильтр блума и проверять быстро, есть слово в словаре или нет. Ну, с какой вероятностью вы можете ошибаться? Давайте ошибаться с вероятностью... Ну, там, одна тысячная сойдет. Ну, один раз из тысячи слов он будет вам говорить, что какое-то слово есть в словаре. Вы пишите ему какую-нибудь упячка, а он говорит, что есть слово в словаре. Ну, хотя, слово упячка и так есть в словаре. Вы какое-нибудь, короче, неправильное слово пишете, а он говорит, что оно есть в словаре. Иногда ошибается, бывает. Скажем, что вероятность ошибки одна тысячная, один на два десятых. Так вот, тогда что нужно сделать? Тогда нужно k сделать равным 10. Одно слово на миллион ошибается. Один раз за миллион, так уж и быть, пускай ошибается. Так, а m тогда чему будет равно? m будет равно 2 на 20 на 40 и еще 4 нуля. Вот примерно такого размера массив нужно сделать. Ну а теперь давайте понимаем, что это массив на самом деле из битиков состоит. Это вот столько бит нам нужно. Нам нужно столько бит, а сколько это в байтах, это, соответственно, вот 50 килобайт вам нужно, чтобы сохранить весь словарь. Видите? Насколько компактно мы все пожали? 5 байт на слово тратите. 5 байт на слово, это, наверное, можно и так пожать. Я вот сейчас думаю. Сколько в среднем длина слов в русском языке интересна? Нет, наверное, больше пяти все-таки, да? Сложный вопрос. Подумайте на досуге. Если взять просто словарь из тысячи слов и подать его zip-ом, будет больше 50 килобайт? Подумайте эту мысль. Не, ну в таком языке zip-ом если пожать, нет смысле, если прямо по байтам хранить сложно будет. Я думаю, если zip-ом пожать будет меньше, если честно. Так, осталось 10 минут, давайте я вам последнюю расскажу приколюху. Давайте последнюю приколюху в тарскому расскажу. Это, смотрите, сейчас мы скрестим фильтр Blume и кукуху. Будет фильтр кукухи. Так называется кукух-фильтр. Значит, смотрите, эта штука, прекрасная штука на самом деле, она довольно компактно хранит какой-то словарик, если вы можете ошибаться. Как оцениваются такие словарики? Они оцениваются, вот, собственно, по этой штуке оцениваются. Какого размера нам нужен массив, чтобы хранить вот такого размера словарь с вот такой вероятностью ошибки. Вот точно как оцениваются эти штуки. Тут, на самом деле, не два, тут примерно полтора на самом деле нужны. Не принципиально. Что сделали пацаны? Смотрите, они скрестили фильтр Blume и кукуху. У них получилась такая штука. Смотрите. Экспресс фильтр кукухи. Значит, что нужно сделать? Значит, шаг номер один. А у нас есть какие-то элементы в нашем множестве. Давайте от них посчитаем хэш-функцию. Она называется здесь fingerprint, называется отпечаток пальца, прости господи. Вот посчитаем сначала какую-то первую функцию. Вот посчитаем такой fingerinatatx. Вот это такая функция из большого множества. Вот он множество от нуля до 2 в степени ка минус 1. Вот. Короче, посчитаем какую-то хэш-функцию кобитную от каждого элемента. А теперь сделаем страшную. Сделаем на этом фильтр кукухи. Но непростой. Почему нельзя просто кукуху использовать? Ну, потому что, смотрите, что мы делали в кукухе? Мы вот клали элемент сюда х, а потом в какой-то момент приходил другой элемент у, занимал наше место, и нам нужно было х переложить вон туда. Вот нам нужно х отсюда переложить вот сюда. Чтобы х переложить отсюда вот сюда, нам нужно помнить, куда его переложить. То есть нам нужно для каждого элемента помнить, где второе место, где он должен лежать. Ну, раньше это не было проблемой, мы просто вычисляли хэш-функцию. Мы знали элемент х, да? Мы знали, чему он равен. Поэтому просто вычисляли от него вторую хэш-функцию. Вычисляли от него там h1 от х, вычисляли. И понимали, куда его нужно положить. А тут мы элементы хранить не будем, мы будем хранить только их fingerprint. Поэтому нам нужно немножко модифицировать нашу кукушную хеш-таблицу. Мы модифицируем кукушную хеш-таблицу очень просто. Мы сделаем такие хеш-функции, мы сделаем вот первая хеш-функция, и это будет, собственно, просто какая-то хеш от x. А вторая хеш-функция будет хитрая, и это будет первая хеш-функция, паксоренная, с хешом от fingerprint, неожиданно. Вот такой план. Можно я покороче напишу? Можно он будет фунтером? Вот. Все. Такой план. Теперь как этим пользоваться чудом природы, смотрите. вот вам нужно добавить элемент x в вашу чудесную хеш-таблицу. Вы берете, вот берете элемент x, вычисляете от него h1, h2. Кладете вот его либо сюда, либо сюда. Вот мы сюда положили вот фингерпринт от x. Вы кладете теперь не сам элемент x, а только его вот коротенький фингерпринт из к битвиков. Вот положили его сюда. Значит, когда придет другой элемент y? xor побитовый, да, обычный побитовый xor. Потом в какой-то момент пришел другой элемент y. И говорит, ой-ой-ой, ой-ой-ой, я тоже хочу здесь лежать. Давай-ка ты отсюда уйдешь куда-нибудь в лес, а я буду здесь лежать. Вам нужно x переложить отсюда во вторую ячейку, да. Проблема в том, что вы x не помните, вот x уже потерялся, вы помните только вот его фингерпринт. Как вам узнать, где он лежит вот здесь? Ну, очень просто, смотрите, если он здесь лежит по адресу вот этому, значит, вот если здесь он лежит по адресу i, то в этой таблице он лежит по адресу i, собственно, xor, вот хэш от фингерпринта от x. Вот вы знаете i, знаете фингерпринт, считаете от него хэш, смотрите куда его еще надо положить и перекладываете его вот сюда, и перекладываете вот сюда его. Гениально, правда? Все, это все, это конец. То есть, смотрите, дальше делайте обычную кукушную хэш таблицу. То есть, как работа кукушная хэш таблица, вы кладете элемент, если одна ячейка свободна, кладете туда ваш фингерпринт, если обе ячейки заняты, тогда вытесняете из нее элемент, перекладываете его во второй элемент и продолжаете, пока не зациклиться. и вы всегда можете переложить элемент отсюда сюда, потому что вы фингерпринт помните, вы его перекладываете и пересчитываете адрес. все. Такой план. Ну и получается примерно следующее. Сколько нам нужно памяти здесь? Как проверять contains? Проверять contains очень просто. Вы вычисляете опять же h1, h2, проверяете, что в этих местах лежит фингерпринт от x. Вычисляете фингерпринт, проверяете, что он лежит в одной из этих клеток. Сколько вероятность вы ошибетесь? Ну вы ошибетесь. Если у вас фингерпринт совпал, вы полезли в какую-то клеточку, а там случайно лежит фингерпринт другого элемента, который тоже равен вашему фингерпринту. Вот так случилось. Это происходит с вероятностью, у вас фингерпринт это хэшфункция опять же, она совпадает с вероятностью 1 на 2 вкатой. Нужно k обрать порядка опять же логарифма от 1 делить на e. Вот так. Вот. Если вы хотите, чтобы с вероятностью epsilon происходила ошибка, надо брать k порядка логарифма от вероятности ошибки. Вот. А теперь сколько нужно памяти? Ну смотрите, вот нам нужно памяти. Собственно, вот размер этих массивов суммарный, он примерно n на самом деле. Ну то есть, ну надо сделать немножко меньше, чтобы кукуха работала на самом деле. Ну кукуха на полных массивах вам часто. Но можно его сделать довольно близким к n, если очень захотеть. То есть там вероятность того, что у вас будет пересчитываться кукуха, чем плотнее заполненный массив, тем чаще вам нужно перехешировать, потому что у вас циклы получились. Но можно сделать довольно плотный массив. То есть можно сделать там на 90% заполненный массив, ну и там с какого-то раза вы все-таки построите его, чтобы там не было циклов. Ну и короче, вот суммарный размер этих массивов примерно n, а вот эти размер этих фингерпринтов, он порядка логарифм 1 делить на n. Поэтому у вас вот этой двойки не будет короче. Вот суммарный размер массивов, он будет примерно k на n. Ну k на n на самом деле, ну вот с счетом того, что ну плотность 100% нельзя сделать, не будет рваться. Ну там плотность 90% можно сделать. То есть там будет, будет там k n поделись на 0.9. Где-то обманули вас, мне кажется. Ну вроде нет, нормально, вроде примерно так и есть. Здесь тоже не двойка на самом деле, здесь примерно полтора. Ну и не принципиально, не принципиально. Ну короче, получается немножко плотнее данные пихаются. То есть какой-то вот объем памяти необходимый, чтобы получить структуру данных, которая работает с погрешностью epsilon, вот он будет немножко поменьше. Вот. Такая магия черного. Так, ладненько, все, я все рассказал. Всем спасибо за семестр. Приходите в феврале, в феврале приходите, продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok